Буквально до 8 часов утра возле избирательных участков Керчи стали собираться люди. Ровно в 8 часов. Места для голосования открыли свои двери для избирателей. Более 87 тысяч керчан сегодня впервые примут участие в выборах президента Российской Федерации. Все избирательные участки в городе открылись вовремя. Председатель террасбиркома Святослав Брусаков отмечает, в нештатных ситуациях не было. Полет нормальный. Все избирательные участки города Керчи открылись своевременно. В 8 утра были разданы все списки, получены билеты своевременно, обеспечены всем необходимым. Я хочу сказать, что члены территориальной комиссии объездили всех до открытия. И что радует, что люди, избиратели, керчане, уже на многих участках ждали открытия избирательных участков. В принципе, вопросов каких-то пока серьезных не возникало. Но я думаю, что все пройдет достойно. На случай непредвиденных ситуаций, к примеру, отключение электроснабжения в месте голосования, в городе подготовлено 5 резервных мобильных участков. Их поместили в автобусы «Нефас». Рядом с участком номер 176, расположенным во дворце культуры «Корабел», работает продовольственная ярмарка. Играет музыка. Всем избирателям на входе вручают небольшие ленточки с флагом Российской Федерации. Здесь же баннер, с которым фотографируются керчане. На самом участке, несмотря на раннее время, ажиотаж. Горожане идут голосовать с друзьями, семьями. Активную явку подтверждает количество бюллетеней в урнах. Настроение у избирателей бодрое. Многие, особенно люди старшего возраста, относятся к сегодняшнему дню по-особенному. Решила пойти. Человек ответственный, поэтому решила на выборы обязательно. Настроение отличное. Решается судьба нашего города, нашей страны вообще. Наша гражданская позиция. Надо прийти и проголосовать. Какого будущего вы для Керчи хотите? Светлого, хорошего. Пусть так же развивается. С каким настроением пришли на выборы? С таким просто на душе. Такая радость, такое счастье. Был нам мир над головой, счастье всем. От всей души. Самое главное – здоровье. За какое будущее для Керчи вы голосовали? Чего вы для Керчи хотите? Чтобы не было прошлого. Только светлое будущее. Керчи я люблю. Это самый лучший город в России и в том же Крыме. Вы прямо с утра такая нарядная пришли на выборы. Ну как же. Надо. Это просто мы должны это делать. Даже не должны, а не должны, не обязаны миру на Керченской земле. И больше слов нет. Я сейчас заплачу. На расположенном недалеко участке номер 175 за первые два часа проголосовало 400 человек. Среди них 18-летняя Кристина. Это ее первые выборы. Вы голосуете первый раз? Я – да. Вам, кстати, говорили, что какие-то подарки будут для тех, кто первый раз голосует. Вам что-то подарили? Конечно. Целый магнит на холодильник. Понятно. А как вы думаете, почему важно голосовать? Ну, если для меня важно, мое будущее, то важен мой голос. Рядом с участком сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения. Они подсчитывают количество избирателей. Эта информация станет частью общероссийской статистики. Ну, я здесь живу, вот, приехала к родителям, здесь решила голосовать. Отличное настроение, вот, я рада, все-таки чувствую себя в какой-то единой частице общего. Вот, классное ощущение, вот, я рада, что у меня есть возможность голосовать. У меня муж здесь по прописке, я на солнечном сейчас пойду голосовать, 24-й школу. Я считаю, что хоть мой маленький вклад, но я должна внести, вот, выбор всей Российской Федерации. Участок номер 167 в школе номер 24 встречает избирателей песнями. Сюда приехал хор «Гвоздика». Транспорт предоставил один из предпринимателей. Пенсионеры ездят по городу и под аккомпанемент. Баяны исполняют народные композиции. Удивленные избиратели делают с ними селфи. Это наше уже третье выступление. Впереди еще четыре выступления. Вот так, условия сложные, конечно, да, но настроение бодрое. По состоянию на 10.30 здесь проголосовало 523 человека. Уже к полудню в Керчи в целом свою волю выразило порядка трети избирателей. Напомним, участки закроются в 8 часов вечера.